Несмотря на то, что команда Сочи образовалась недавно, опыты у игроков есть. Сочницу уже встречали с Тормовирским торпедо, где заработали одно очко, отыграв в ничью. Сыграли новички лиги в Симферополе. Конечно, форму практически набрали все. Я думаю, опытный тренер у нас Василенко Олег Петрович. Он уже за эти игры, мы еще две игры на кубок сыграли. У Ялты выиграли 2-0, Жемчужина Ялта. И проиграли по пенальти Севастополю. Я думаю, 4 игры, они уже сегодня покажут именно тот футбол, который мы хотим, болельщики. Ну и главный тренер, я как президент. Поболеть за сочинцев пришло много горожан. Трибуны были заполнены. У команды Сочи организуется и профессиональная группа поддержки. Наши дети будут поддерживать каждый матч, который будет проходить на своем поле. Это будет черлидинг. Мы будем, так сказать, совоположниками черлидинга нашей команды. Поэтому у нас большие планы, большое будущее. Сам же матч получился напряженным. В первом тайме один из наших земляков сорвал атаку нападающего Афикса, за что был награжден красной карточкой и покинул поле. Но, несмотря на потери, сочинцы не раз пытались распечатать ворота соперника и создавали опасные моменты. Однако, одержать победу сочинцам не удалось. Афикс вышел в лидеры со счетом 3-0. Сказались, опыт, классы и численное преимущество. Но глава Сочи посоветовал никому не расстраиваться, ни спортсменам, ни болельщикам. Победа еще впереди. По большому счету у нас профессиональный футбол вернулся в Сочи. У нас появляются спортивные футбольные центры, которые подготавливают ребят. Уже 7 наших ребят, выпускников спортивного центра перешли в другие футбольные клубы. В том числе в футбольный клуб «Раснодар», в том числе в футбольный клуб «Спартак». И я думаю, что скоро эти ребята пойдут вернуться к нам сюда, в спортивный клуб «Сочи». И обязательно будут играть профессионально и хорошо. Следующий матч в рамках турнира футбольный клуб «Сочи» сыграет с дружбой из Майкопа. 12 сентября на центральном стадионе. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».